Выборы будут безусловно отличаться. Отличаться они будут прежде всего тем, что 8 сентября пройдут выборы в двух регионах, которые имеют статус федерального значения. Я говорю про Москву и Московскую область. Фактически эти выборы являются неким подготовительным этапом к большим выборам в Государственной Думе в 2016 году и к выборам президента уже в 2018. И от результатов, которые получат Собянин в Москве и Андрей Воробьев в Московской области, во много будет в принципе определяться диспозиция политических сил в стране. На мой взгляд, пока ситуация выглядит так, что и Собянин, и Воробьев выиграют выборы в первом туре, то есть второго тура не будет. Оппонентов сильных у Собянина в Москве, на мой взгляд, нету после того, как Прохоров отказался принимать части выборов. У Воробьева в Подмосковье будет самым главным оппонентом Геннадий Гудков, бывший депутат Государственной Думы. Но тем не менее, я не думаю, что он наберет больше 15-20%, а Воробьев, я думаю, наберет больше 60%. В остальном, пройдут выборы в некоторых таких достаточно проблемных регионах с не самой устойчивой политической ситуацией. В нескольких еще очень крупных городах, например, Воронеже, там тоже ничто не предвещает, никаких таких скандалов или особых интриг. В целом, скорее всего, партия власти в широком понимании, потому что мы же понимаем о том, что Собянин и Воробьев идут как сам выдвиженцы, а не представители Единой России, она все-таки одержит на этих выборах победу. Тем не менее, мне кажется, что следующие выборы, которые уже будут в следующем году, они будут несколько более тяжелыми из-за того, что там как раз состав кандидатов будет несколько слабее. Продолжение следует...